Девушки отдыхают Она какая-то ебанутая Отказывается выйти в дверь, выпрыгивает в окно А потом ломает ноги и изображает удивление Джуди, что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да Приезжай Я в ванной О, боже Вот как эта тёлка выразила благодарность За то, что ты вытащил её из задницы Закрой рот Я ушла буквально на час Как это случилось? Я не знаю Говорю же Когда я уходила Эва лежала в кровать Как обычно А когда я вернулась Бля Я же не знала Я Ты проверяла пульс? Ты Её больше нет Как это случилось? Я не знаю Говорю же Когда я уходила Эва лежала в кровать Как обычно А когда я вернулась Бля Я же не знала Я Не вини себя Твоей вины тут нет Я должна была Почувствовать, что что-то не так Ну не могла же ты сидеть с ней с утра до ночи безвылазно Ясно же, что она уже решилась на это Всё равно Нашла бы способ С ней надо что-то делать Да, мне проблемы не нужны Позвоню копам Перенесёшь её на кровать? Ну да Это, конечно, многое изменит Мне кажется, лучше её оставить Пока не приедет полиция Для них это просто ещё одна мёртвая шлюха Им похер Просто не хочу, чтобы Она так жалко выглядела Да, у нас тут смерть от несчастного случая Нордсайд, Джексон-стрит Нет Опасности нет Это самоубийство Как завтра? Нет Сегодня Она умерла Вы не понимаете? Нет Траума Дим не констатировала её смерть Если бы у неё была страховка Я бы вам не звонила Если вы не поднимете свою задницу Я приду и разнесу ваш сраный участок К чёртовой матери Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей Мне похуй, что вы там про меня напишете Скоро приедут Предложили подержать её во льду до завтра Представляешь уровень наглости? Ну, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь Ты потеряла близкого человека А они получают по сотне таких вызовов каждый день Ты сейчас что, их оправдываешь? Нет, не оправдываю Надо хоть одеть её А то она выглядит не как человек, а как тело Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь Пожалуйста Есть сигарета? Разве ты куришь? Давно уже бросила Просто Мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха Дай закурить, Виль Ладно, бери Это был её портсигар Хочешь, могу отдать Нет Раз он тебе нравится Оставь Я даже рада, что он оказался у тебя Чёрт, Эва Это я виноват Я думала, если оставить её в покое и дать время, она встанет на ноги Не понимаю, как так вышло Я думал, Эвелин будет бороться до конца Ты помнишь, что с ней делали? Мне кажется, она как раз боролась Я больше ни о чём не могу думать Только об этом Технически с ней всё было нормально Кухольный чип работал Значит, была какая-то ещё психологическая травма Я ещё покопалась в её виртах И нашла Дубмана Он держал её у себя Насиловал Делал с ней такое, что А когда ему надоело, он её продал Погоди, ты нашла ещё записи? Я стала пересматривать повреждённые Там, конечно, много помех Трудно что-то разобрать Но я всё равно в этом рылась В какой-то момент я нашла что-то вроде эха От нашей ссоры Когда мы виделись в последний раз Но она тогда не записывала Тогда почему это сохранилось, как вирт? Не имею ни малейшего понятия Может, она через какое-то время Переживала это воспоминание заново Может, имплант включался Когда её... Ну, вроде как, знаешь Форма защиты думать о прошлом вместо настоящего Чтоб не так больно Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да И теперь хотела бы развидеть обратно То есть он не просто хитрожопая мразь А ещё и моральный урод Выглядел нормальным Он хорошо маскируется Я ведь его знала А тоже не думала Что он настолько отмороженный И с этим пора что-то делать Например? Пока не знаю Позвоню в Сьюзи Спасибо, Вей Прости, мне надо немного побыть одной Я тебе позвоню Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил Если что случится, я всегда на связи Привет, Джуди Как себя чувствуешь? Херова Но у меня появилась идея Ещё слишком мало времени прошло Чтобы пережить горе Нужно преодолеть все этапы Знаешь, ведь Шок, гнев, депрессия Я сейчас на этапе гнева Здесь пока и останусь Потому что с гневом я знаю, что делать Рассказывай, что придумала В баре Лизис когда-то был борделем В какой-то момент Тебриные когти убили там На одну девушку больше Чем люди могли стерпеть Поэтому мы взяли всё в свои руки И теперь это наш гнев Так вот То же самое надо сделать и в облаках Ты хорошо всё обдумала, Джуди? Точно? Я вообще ничего не обдумывала Ты пойми Шель мы добились свободы А не потому, что сидели на жопе ровно И ничего не делали Ты уговорила Шельм захватить облака? Нет Я тебя хочу уговорить В облаках есть те, кто нам поможет Ты с нами? Ладно Сделаем это Е-е-е Круто Ну так Какого у нас плана? Погоди Сначала надо поговорить с Майкой Маэдой Без неё можно даже не начинать Что-то планировать Майку Маэда Кто это такая? Она неофициальный босс в облаках Довольно хорошая А официально она кто? Просто кукла То есть никто Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена Я бы ей просто позвонила А не уговаривала тебя помочь Давай по-другому Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает А не вышвырнет в окно? Да, конечно Ну это уже что-то А ты эту Майку хорошо знаешь? Даже слишком Когда к ней пойдём? Рано утром Облака будут закрыты Сможем поговорить без свидетелей А сколько рано? До восьми Встретимся у входа Хотя нет Давай лучше на балконе над клубом Зайдём незаметно Но кто не узнает, что мы там были Договорились На балконе Привет, Ви Спасибо, что пришёл Говорить с Майкой Это как играть в 3D-шахматы Не дай сбить себя с толку А можно немного поконкретнее? Пока что я не понимаю, чего от неё ждать Да чего угодно Протупишь, она тебя обведёт вокруг пальца Будешь на неё пахать и считать, что всё контролируешь А, да Знаю я таких Ты прямо комок нервов Мне сейчас охота душить этих тварей голыми руками Так что да Можно сказать, что я чутка нервничаю Может, расскажешь о ней побольше Чтобы я знал, о чём говорить Нет Говорить с ней буду я Судя по всему Я иду просто как телохранитель, да? С чего ты взял? Просто я её лучше знаю А как ты хочешь переманить её на нашу сторону? Скажу правду Про то, как и почему погибла Эвелин Думаешь, этого хватит? Нет Но посмотрим по ситуации Я готов Идём Погоди Я открою Тут довольно сложные замки Такие без подготовки не откроешь Сможешь обойти их защиту? Ага Я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла У них тут ничего не поменялось Надежды оправдались Как два пальца За мной Джуди Альварес Сказала бы, что рада тебя видеть Но я терпеть не могу лгать А ещё, как ты знаешь Я ненавижу незваных гостей Ага Я даже знаю, почему Мне казалось, после Шелем тебе падать уже некуда Но теперь вижу, что ты скатилась ещё ниже Ты дружишь с теми, кому здесь очень не рады Я о тебе говорю, Ви Я пришёл за инфой и получил её Я старался, чтобы никто из тех, кто встал у меня на пути, не закончил бы в пластиковом мешке Спасибо большое А что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Начинаю думать, что ты только болтать и умеешь Какая жалкая попытка меня спровоцировать Что дальше? Угрозы? Мы пришли поговорить Выслушай предложение Джуди Или случится то, что тебе очень не понравится Оооо Неужели я потеряю молодость, деньги и влияние? Поверь мне, что бы ни случилось Ты узнаешь об этом последней Мы хотим вырвать облака у тигрейных когтей Клубом должны владеть куклы Ну ладно Пошутили, посмеялись А теперь, думаю, пора прощаться Мы должны что-то сделать Иначе со всеми будет, как с Эвой Дубман насиловал ее, пока она была без сознания А потом продал Как ненужный хлам Если вы перейдете дорогу когтям Это ударит по всем куклам То есть, ты против? Я вроде бы ясно выразилась Давайте я сделаю вид, что вы не приходили По старой дружбе Джуди Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь У вас будет два варианта Или вы сами отсюда выйдете Или вас вышвырнут Это не угроза и не фигура речи Просто дружеское предупреждение С меня хватит Я ухожу Разумный выбор А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь Через пару минут Форест будет на техническом этаже Один Ты выбрала не ту сторону, Майка Позволь мне самой судить Ты пойми, я тебе не враг А я не спрашивала твоего мнения Как все классно прошло Она даже не дала мне ничего объяснить Да ладно Это все был спектакль Ей надо было показать, кто главный Мы застали ее врасплох Вот она нас и выгнала Скоро позвонит тебе и спросит, чего мы вообще хотели Надеюсь, так и будет Между вами что-то было? Давно Мне тогда просто было одиноко Как и всем в Найт-Сити Она тогда была совсем другой И я тоже Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину Да, полностью согласна Просто она Когда-то мне очень нравилась Я не сразу поняла, кто она на самом деле Но Какая бы ни была Без нее никак Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть Да и мне тоже Да, только это будет не совсем отдых У меня есть одна идея Я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится Ну да Я что-то не очень представляю Как ты валяешься на шезлонге И пьешь коктейль через трубочку Если я лягу на шезлонг Я начну думать, как все могло бы быть А мне как раз этого и не хочется Что это за херня? Погоди минуту Что сделаем с Дубманом? Так а что ты сама хочешь сделать? Я хочу, чтобы кто-нибудь разрядил прямо ему в рожу обойму А лучше дверь Кто-нибудь? Да И я хочу, чтобы это был ты Ты уверена, что он придет? Ты же видел, Майка Неужели ты думаешь, что она стала бы его тут держать Если бы он не выполнял ее приказ? Лично я не понимаю, почему этот гандон еще жив Так что, идем к нему? Конечно Время убивать Поехали на лифте Так будет быстрее Технический этаж Ты знаешь, кто хуже корпоратов? Суки, которые метят в корпораты Петромайка Какая же мерзкая баба Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле Субтитры делал DimaTorzok А вы тут, блядь, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Эвелин умерла И ты пришел мне об этом сказать? Как это, блядь, мило с твоей стороны? Вот тебе Поставь свечку Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна Я мог бы свернуть ей шею И повесить голову вместо люстры Пока она бы не начала гнить А я ее отвез к Криперу Так что мне за это причиталось Она должна быть благодарна И вы тоже Ну так вот тебе моя благодарность Берегись! Берегись! Ви, пойдем отсюда Я думала, что почувствую удовольствие Облегчение Все Нажимай первый этаж Хочу уже выбраться отсюда поскорее Мне казалось Вот он сдохнет И мир станет лучше И чувство Было такое Такое сильное Ну так мир и стал лучше Одним махом мы спасли всех Кому этот выродок мог навредить Подумай об этом Они даже не узнают Что им что-то угрожало Что опять не так? Надо вернуться к Майке С козырем в рукаве Что, взывать к ее чувству справедливости Не помогло? Майка убедит только конкретика Минуту назад мне казалось Что ты хочешь все бросить Ви Я целыми днями Обрабатываю вирты в подвале Какие шансы Что кто-нибудь придет И отстрелит мне башку? Мизерный Как и сострадание Майка В отличие от тебя Я не привыкла подставляться Но это все равно Еще не конец Знаешь Я тоже люблю конкретику А, то есть для тебя Тоже главный расчет Скольких ты положишь Сколько используешь патронов И сколько заработаешь Не всех кормит искусство И мечты о свободе Иногда Приходится спускаться на землю Так Что дальше? Надо подумать Нужно больше людей Это точно Я поговорю с куклами Позвоню тебе как Что-нибудь придумаю До скорого, Ви И спасибо Джуди, ну что Придумала план? А, еще какой Приезжай ко мне вечером И все узнаешь Будут Том и Рокси Они согласились участвовать Кстати, Майка тоже будет Как ты ее убедила? Достала козырь из рукава Вечером расскажу Только мне лучше вот что скажи Ты какую пиццу больше любишь? Пепперони из саранчи И много-много сыра Наш человек Так чего? Увидимся вечером? А как же и ночь? Привет, Ви Заходи Пицца остывает Все на кухне Мы как раз тебя ждем Садись Это Роксана Она работает в облаках Дольше нас всех Привет Приятно познакомиться Наслышана о твоих подвигах в облаках До сих пор жалею, что у меня был выходной Доедай свою халявную пиццу И дельтуем отсюда, окей? Как твои дела? Вроде все окей, но как-то очень тяжело Ты дружила с Эвелин? Да, я ей все высказала, когда она вернулась в облака Мы думали, что у нее все получилось, что она вырвалась Но в глубине души я была рада опять ее увидеть Такой дурой себя чувствую У тебя до сих пор тут воняет трупом И так все время, да? В чем секрет? Деликатности тебе не занимать Что тут удивительного? Я никогда ни у кого не занимаю Кстати, Форест сегодня не вышел на работу И вчера тоже Вот черт, интересно, почему? И больше не придет Не делай вид, что не знаешь, почему Я понятия не имею Усвоят, окей? Вы там закончили здороваться или нет? Революция сама себя не совершит Я модифицировала поведенческий чип Он будет оснащать кукол системой мускульных реплексов, которые... Короче, они смогут драться как соло Потрясающе! Работа над фальшивыми оргазмами Шельм не прошла даром Выйди, пожалуйста Здесь у меня никто не курит Ничего, проветришь Ладно, покурю в окно Выглядеть будет так, словно тело выполняет заученную серию движений Мы уже это протестили на томе Импульсы чипа подавляют природные рефлексы То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза Но примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами Если ты соло, тебе важно не только правильно двигаться Нужно настроить мышление так, чтобы принимать решения за доли секунды Это достигается годами практики Сомневаюсь, что твой чип может все это заменить Наверное, ты прав, но другого выхода я не вижу На то, чтобы обучать людей, у нас нет времени Как тебе пришла такая мысль? Я занималась чипом, когда работала в облаках Он выглядел так, будто его можно легко модифицировать Странно, как я не подумала об этом, когда мы разговаривали с Майком И слава богу, в облаках до жопы камеры микрофонов Если бы ты такое выдала, тигриные когти приехали бы с отвертками И выковырили эти чипы из кукол Ладно, покажи, как это работает Хоть кто-то это сказал Том? Это я взяла из обучающего Вирта про кунг-фу Неплохо, совсем неплохо Для базарного театра в Кабуке Прежде чем говорить серьезно, я хочу увидеть то, что может реально пригодиться Но ведь ты сама видела? Я видела фокус Теперь покажите драку Среди нас есть эксперт по избиению людей Посмотрим, как Том справится с ним Ви? Только не разнесите мне хату Я к ней привыкла Ну, подходи Что такое? Эй, ты меня слышишь? Что я умею-то? Вы видели? Ты гений, Джуди? Это фантастика Если продашь технологию Станешь самой богатой Джуди в Америке Не, на свете и так полно машин для убийства Я не хочу превращать в них людей Так что после нашей вылазки я уничтожу Чипа Довольна? Я редко довольна Но вы меня убедили Давайте теперь к делу У вас есть элитный отряд из трех дуболомов и инженера Что дальше? Мы обезвреживаем всех охранников и тигринных когтей, как их встретим Обезоруживаем их и выводим на улицу Оп! И облака наши Боссам ставим ультиматум Мы отдаем им процент от выручки А они больше никогда не появляются в клубе И никак не участвуют в его управлении Так я и думала Безумный и наивный план Ты не видишь дальше одного хода вперед Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит Когти пришлют новых Надо убирать самого Хироми Сата Хироми Сата? Кто это? Настоящий босс облаков Приходит редко, но никто и чихнуть не смеет без его позволения Когти его уважают и слушаются Он один из них Можно попробовать с ним договориться, но шансов мало Я бы лучше подумала, как его запугать Где нам найти этого Хироми? В мегабашне, H8 У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже Он оттуда почти не выходит Я найду способ вас туда провести Том и Рокси пойдут к Хироми? Нет Надо ударить с двух сторон одновременно Они займутся охранниками в облаках Массированная атака Неплохо Хорошая идея Если мы прихлопнем его у себя дома Там, где он чувствует себя в безопасности Боссы поймут, что мы хотим сказать Ну надо же Оказывается, у тебя кроме мускулов еще и мозги есть Ну как? Ви, Том, Рокси Согласны? Вы готовы к такому? Мне надо подумать Я еще никого в жизни не убивала А я готов, хоть сейчас Ви? Ты что, реально хочешь согласиться? Мы же не будем рисковать жопой ради кучки каких-то шлюх Я с вами, Джуди Я же сразу сказал, что помогу Спасибо, Ви Оставьте благодарности на потом, окей? Я дам знать, когда организую встречу с Хироми Мне нужно дня два Развлекайтесь, пока Майку, стой! Может, подвезешь? Только если будете ехать тихо А то опять голова разболелась Черт! Прикинь, мне страшно, Ви Кстати, насчет благодарности То, о чем я тебя прошу Такое обычно никто бесплатно не делает Я понимаю, ты хочешь помочь Но я готова заплатить твою полную ставку Это будет справедливо Джуди, ты серьезно? Что вообще за глупость? Стоп, стоп, стоп Ни слова Ви, все нормально? Ви, что с тобой такое? Все Все Мне уже лучше В чем дело, Ви? Ты чем-то болен? Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип До конца жизни его не забуду, наверное Этот чип Короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхенда И оно сейчас прописывается поверх моего Ты это серьезно? Уж куда серьезней Блядь А с этим можно что-то сделать? Надеюсь на это Уже поздно Ты устал Можешь лечь на диване, если хочешь Да Спасибо большое Не за что, Ви Чувствуй себя как дома Привет, Ви Майка звонила Перед закатом Встречаемся у мега башни Ты придешь? Конечно Тогда до вечера А может быть Так? Привет, Ви Ты готов? Труто, что ты пришла Да, я подумала и решила Что вы правы Бывают случаи, когда единственный аргумент Это пинок по яйцам и пуля промеж глаз Волнуешься, Том? Как ты понял? Ну ты же раньше никогда такого не делал Просто представь, что работаешь как обычно Но по другой программе У тебя получится Ты уже выяснила, как идти к Хироме? У меня есть чертежи здания Так что все схвачено Ну, не совсем все Но до пентхауса доберемся Проще всего подняться с технического этажа Я знаю, где там проход Да, кстати А где Майка? Пошла к Хироме Чтобы у него не возникло подозрений Она задержит его, пока мы не придем Помните Всю работу должен делать поведенческий чип Не задумывайтесь, как лучше поступить Просто положитесь на инстинкты Если вы затормозите хоть на секунду Это может вам дорого обойтись Ну что, начинаем? Да, пора бы Выберите меня Нарвись на кого-нибудь Мне нужен приборный щиток С той стороны Можешь с ними разобраться? Хорош прятаться Встретимся у щитка А что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках Начинаем по знаку Майка Они разбираются с охранниками А ты с Хироме Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус Ты со мной не пойдешь? Двух человек намного проще заметить, чем одного Да и здесь от меня больше пользы Если они поднимут тревогу Я перехвачу сигнал А что с системой охраны? Ты ее отключишь? Я думала, что смогу Но, прости, у меня не получится Придется тебе как-нибудь самому Ладно, я пошел Тебе в лифт с другой стороны Береги себя Это новости на 54-м Я Джиллиан Джордан И вот, что сегодня происходит в мире Как обстановка? Мы внутри В облаках Кто на какой этаж? Я возьму на себе первый А дом пойдет наверх Мы готовы Джуди, я на крыше Прыгай вниз На балкон Только осторожно, ладно? По моей команде Давай! Нет, не жди Да не буду я, блядь, ужинать Лучше опилок зажевать И то вкуснее будет И я тебя люблю Я надеялась, ты проберешься сюда по-тихому Иди к камере наблюдения Перед комнатой охраны Хорошо еще, что они в виртах Иначе все быстро бы накрылось Всегда любил женщин Которые способны по достоинству Оценить чужие усилия Это милашка как раз из таких Может, перейдем к делу? Почему их там трое? Не понимаю Что она хочет сделать? Вот наша цель Хироми Сато Что они смотрят? Демо кандидатки на новую топ-куклу облаков Я ее сама выбрала Она заменит Эвелин И, надеюсь, окажется умнее Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление Это боссы Хироми Сегодня у них на глазах Он будет подыхать в луже собственной мочи Мы так не договаривались Посмотри на меня Видишь? Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю когтей Для них власть всегда связана с силой Мы будем говорить на их языке Майка? Я отключу их от вирта И они будут недовольны Что их так грубо разбудили Мы должны сделать так Чтобы взамен Они получили зрелище не хуже Понятно? Майка Наш план не предусматривал свидетелей Это же демонстрация силы А любая демонстрация требует публики Я лучше всех знаю Как разыграть этот спектакль Поверь мне на слово Я уже все обдумала Много раз То есть ты хочешь заменить Хироми? Хм... Даже если для этого придется вступить в тигринные когти? А ты знаешь какой-то другой способ защитить облака от других банд? Не нравится мне все это Поздно сомневаться Том и Рокси уже все сделали Ваша кукольная революция уже началась Или мы сейчас вместе выиграем джекпот Или потеряем все Делай как знаешь Она? Конечно не Паркер Эй! Что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сато Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков Он убил Освальда Фореста Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато И это еще не все Посмотрите во что превратился наш клуб под руководством Хироми Что? Что за херня? Я долго смотрела как Хироми Сато совершает ошибку за ошибкой Но сегодня Сегодня мы все увидели что он стал бесполезен Ви! Что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер Я правильно понял по этой пламенной речи Что новый менеджер уже стоит передо мной Погоди майка Ты кажется немного увлеклась Ааа похоже вы еще не договорились Ви! Надо их прикончить Мы для этого сюда и пришли Куклы из облаков теперь от вас не зависят Они сами будут управлять клубом Ви! Говорить буду я Тигринные когти будут получать свою долю с доходов Но потеряют управление клубом Немедленно останови это Я все возьму под контроль Сначала возьми под контроль хотя бы своего наемника Хироми ответит за свою некомпетентность Потом А вот вы ответите за свою наглость Прямо сейчас Сейчас я тебя начну! Ви! Какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь что теперь будет? Ну и что же? Они отомстят Ты превратил облака в бомбу с часовым механизмом Ты вообще пыталась всех наебать Мы-то с Джуди два идиота Думали что ты реально хочешь помочь куклам в облаках А оказывается ты просто хотела занять место Хироми Браво! Только учти Я все еще могу это сделать И меня никто не остановит Ни они Ни ты Ладно, ви уматывай оттуда Выход на нижнем уровне апартамента Там рядом будет лифт Том и Рокси в безопасном месте За ними не гнались Спустись на первый этаж Я буду ждать тебя у ларьков Я буду ждать тебя у ларьков Ты... Ты ее убил? Господи, боже мой Ты ее убил Я понял, что она будет тиранить кукол еще больше, чем тот же Хироми И что? Это повод убивать человека? Да она сама на меня кинулась Как иначе-то? Это все только отговорки Можно было иначе Майка прекрасно понимала, что делает Она знала, как это все кончится Считала себя неприкосновенной Ну, в этом она ошиблась Я должна уложить это в голове и побыть Одна Увидимся еще Пока, Джуди Привет, Джуди, как дела? Да, все по-прежнему А у тебя? А я думал, ты записала меня во враги После смерти Майки Я пересмотрела запись с того дня У тебя не было выхода И я не хочу сейчас ворошить прошлое У меня к тебе просьба Да, с тобой не соскучишься Рассказывай Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать Особенно рядом с тобой Хватит друг другу подлизывать Ну, что за просьба? Я и не подлизываю Подробности будут потом Главное, для этого задания тебе не нужно оружие Только гидрокостюм Ты меня заинтриговала А зачем гидрокостюм? Так я тебе и рассказала Придется поднаблять воображение А ты знаешь, как ко мне подкатить О, то ли еще будет Ладно, ладно, уговорила Тебе повезло Я отлично смотрюсь в гидрокостюме За ранчо-коронады есть дамба Знаешь? Да, а что с ней? Да с ней все норм У озера стоит маленькая заброшенная бунгало Приезжай туда на закате То есть Это свидание? Ты не в моем вкусе, друг Просто приходи Я буду ждать Привет, Ви Как дела? Я думал, мы уж не встретимся после всего, что было Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей А что там у Шельм? Сходки, идеи Все как обычно, да? Не знаю Я с ними почти не пересекаюсь А че так? Да ничего нового Бесят они меня Вот и все Ничего не слышала про облака? Как у них там? Да ничего интересного Новые условия Все как-то пытаются адаптироваться В том числе и я То есть пока не получается? Да нет, почему? Ты как будто загрустила Да нет Джуди Давай не будем про облака Про Шельм Про Росаку с Мелитехом И про то, что мир катится в сраное говно Я не хочу сегодня думать о плохом Если можно Ладно Рассказывай теперь, что мы тут делаем Слушай Я последнее время много экспериментировала с Виртин И придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно Хотела с тобой это протестировать Если ты не против А как ты совместила две отдельные нейродорожки? Сначала я пыталась создать единый профиль из двух потоков данных Но, как ты понимаешь, получилась херня Наверное, все спуталось Интерференция, белый шум Ага Эффект был, как в плохом арт-хаусе Но я же упоротая Я так легко не сдаюсь Потом я все-таки вычленила отдельные чувства Хотя и не сразу То есть главное загрузить их на отдельные нейродорожки? Неплохо А что мне надо делать? Ничего особенного Просто писать для меня брейнданс И все? Ну погоди, что значит и все? Может, это будет моя лучшая работа за всю жизнь Снимать вроде можно где угодно Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала Теперь он стоит пустой Я тут иногда останавливаюсь То есть мы будем писать в доме? Нет Мы будем писать под водой Я против Не соглашайся Пусть ищет другого подопытного кролика Ну как? Ты в игре? Че тебе не нравится? Не знаю По-моему, сама идея тупая И я как подумаю, насколько там темно и глубоко У меня сразу на лбу, которого нет Выступает пот, блядь, который я не выделяю Ты можешь просто остаться на берегу Конечно, в игре Супер! Тогда пошли Все железо у меня здесь Окей, переодевайся, салага Твое хобби Дайвинг Ныряю, когда есть время А почему ты выбрала именно это место? А что, тебе не нравится? Место как место, только что в нем такого? Очень много чего Наберись терпения и все узнаешь Давай установим тебе скроли Вода ядовитая Это не страшно? Для того нам и нужны костюмы Ты бы хоть сначала спросила, умею ли я плавать Не боишься, что я пойду на дно, как мешок с камнями? Может, пойдешь А может и нет Я готова рискнуть Классно смотришься в гидрокостюме Даже не пытайся Ну ладно Погнали Ледяная вода Жди меня Ну все Мы готовы Сначала ты Не отплывай далеко И старайся погружаться медленно Все-таки, куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину Там темно, но течение не сильное Должно быть безопасно Хочешь точные координаты? Нет, не надо Просто буду держаться рядом Ну и отлично Как я понимаю, Вир, ты для тебя не просто способ срубить бабла Само собой Это же как, например, картины или песни Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик Ну для этого, в общем-то, и существует искусство Вот именно Искусство – просто триггер для эмоций А брейнданс – это и есть сами эмоции Все, пришли Подплыви ближе и посмотри прямо на меня Супер Так, сигнал нормальный Теперь помоги мне еще кое-что проверить Надо настроить технику Сперва датчики движения и запись Поплавай вокруг меня Движение синхронизировано Давай, плыви назад ко мне Теперь проверим звук Я тебе напою песню, а ты скажешь название Слышишь меня? Я вроде нормально тебя слышу Надо, чтобы звук был идеальным Отплыви подальше Не знаю, что это за песня, но слышу хорошо Звучит как-то так Ладно, синхронизацию мы закончили Все, с калибровкой закончили Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное Приготовься Теперь держи крепко Не отпускай Погружаемся Круто Скажи Ого Просто охренеть Что это? Атлантида Наша Личная Этот город назывался Лагуна Бент Представляешь, еще 15 лет назад тут жили люди А что с ним случилось-то? Почему его затопило? Кому-то это было выгодно Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал Я здесь выросла Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бент перестала существовать Зачем ты это мне показываешь? Хочу получить определенный эмоциональный отклик Мне кажется, это идеальные условия для эксперимента И почему они идеальны? Потому что я надеюсь, что ты воспримешь весь набор чистых эмоций, которые рождает у меня этот город Они должны вызвать у тебя какую-то реакцию Вот ее я и хочу уловить А мне нравится Поплыли Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда У меня ушло много лет, чтобы на это решиться А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения Но вообще, сама идея оказалась мне странной Я не могу сказать, что у меня не было времени, техники, настроения Дайнер Фло Лучшая едальня в городе Она же единственная Бургеры были так себе Слишком жирные Конечно, это я теперь так говорю Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может А рядом, там мы жили Соседняя дверь Я и дедушка с бабушкой Скажи, когда захочешь двигаться дальше О, кажется, это отвалилось от этой твоей бургерной Так-так, а для тебя вкус детства Это суши с настоящим рисом Ты запихивал в рот сразу несколько и представлял, что ты великан Когда у нас были семейные обеды, мы делали суши с настоящей рыбой Но мне больше нравилось синтетическое Настоящее сильно воняло Смотри, какая штука Похоже на старую фотокамеру DPI 350 Можно сказать, раритет Это хорошо? Ты что? Офигенно! Хоккейная клюшка У вас тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем Иду! Иду! Сейчас мы им наваляем Ты... Вырешено? Извини, я побегу Меня зовут Меня зовут Странное место для фото в рамке Да вынесли течением из какого-нибудь дома Что-то можно разобрать? Не то чтобы А где твои родители? Своего отца я не знаю Мать умерла, когда я была совсем маленькой Я ее не помню Когда смотрю на ее фото, я вижу Чужого человека Джуди, Джуди, сирота на блюде Что это было? Какие-то голоса? Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя Расскажи про своих дедушку с бабушкой Они тебя любили? У деда была техническая жилка Он меня всему научил Он еще всегда такие истории рассказывал Я могла сидеть и часами его слушать А бабушка была взрывная Быстро злилась и моментально остывала А куда они переехали? В Найт-Сити? Да, на пару лет Сняли ту квартиру, которая сейчас моя Но этот город они терпеть не могли Переехали потом в Орегон Я их иногда навещаю Вот, возьми камеру Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастатилом Ого, спасибо Поплыли дальше, Джуди Есть, капитан Следуйте за мной Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет Просто смотрим, что тут есть Мне почему-то тут очень спокойно Такое чувство, что мы вне времени В каком-то пузыре Еще немного побудем И поплывем дальше Смотри-ка Даже не знаю, что может быть более бесполезно В подводном мире Ммм Вода в бутылке Пять баллов, Джуди Пять баллов Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я по-твоему такая старая? Этим развалюхам лет пятьдесят, не меньше Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила И выглядели не намного лучше Зато было удобно играть в Макстаг и Киберпсих Давай посмотрим, что дальше Ага, как раз покажу тебе кое-что Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве Пока вокруг текла обычная жизнь Да, немного представляю А церковь не изменилась Она всегда была старая И выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты И у нее были треснутые колокола Поэтому они звучали довольно жутко Хрипло так Странно, я про них вообще не помнила А сейчас как будто их слышу Не знаю, как это может быть, но... Я тоже слышу колокола Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект Закрыто Жалко Да погоди Можно поискать какой-нибудь другой вход Я только за Тебе нравилось ходить в церковь? Че думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания Стоит себе и стоит Когда мы узнали, что лагуны Бент собираются затопить То все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать И чем все кончилось? Сам видишь Я нашел пролом Кажется, через него можно проплыть Ммм, жди меня Эй, я тут нашел вход Через крышу Я сюда однажды забралась, когда никого не было Стала у алтаря И начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо И тебя не выгнали? Я сама убежала Там было такое эхо, что я чуть не обосралась Подумала, что это голос моей совести Я очень следила из того, что мне нравится одна девчонка Женя Чаплин Ви, пожалуйста, прошу тебя Ну, еб твою мать Ты жив Что случилось? Ты отключился Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала, как-то не до того было Осторожно, не спеши Короче говоря, ты спасла мне жизнь Спасибо А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея Если б меня еще кто слушал Ядовитые лужи – это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну, не то чтобы Просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя Не обращай внимания на его треп У нас сложная машина Да о чем с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль Я тоже подустала Машину везти не хочется Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? А чей это все-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина? Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из лагуны Бент Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне Но потом заболел Тогда вода была гораздо более ядовитая Ты, наверное, замерз, да? Сейчас сварю кофе Ты какой пьешь? С молоком, если есть Прямо как я Забыла включить генератор Генератор? А что дальше? Джакузи? Финская сауна? Нет Но водопровод работает Давай я Тебе сейчас лучше отдохнуть Я буду очень осторожен А вот передатчики эмоциональных волн можно отрегулировать получше Пару раз импульс от тебя был блеклый, как бы Готово, все, можно открывать твой спа-салон Будь осторожней, будь осторожней Конечно, конечно Черт Джуди! Ты что-то сказала? Я не расслышал Что-то случилось? Нет, ничего Не гони, Джуди Мы с тобой все еще сонастроены В облаках все плохо Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироме Перестреляли почти всех Дом погиб Роксана еле выбралась Дом закрыли и неизвестно, когда откроют Ни говорить, ни думать об этом не хочу Я не хотела тебе говорить Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю Прости Давай закроем эту тему Пойду прилягу Совсем вымоталась Эта телка меня бесит Давай сматываться Только смотри, не разбуди ее Чем тебе не нравится Джуди? Ты видишь, как она заботится о людях И чувствуешь себя самовлюбленным мудаком? Она какая-то ебанутая Отказывается выйти в дверь Выпрыгивает в окно А потом ломает ноги И изображает удивление Признай, она напоминает тебе Альт Да еб твою, нет Альт и наши с ней отношения Это в принципе другой уровень Давай свалим отсюда нахуй, а? Так не делается, Джонни Сам вали, если хочешь Я не оставлю Джуди одну у черта на рогах Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить Когда ты впадаешь в сантименты Пустая трата времени Иди лучше спать А то опять посремся Уберемся Посидишь со мной немного? Я наконец сварила тебе кофе Доброе утро Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась Я же вообще позвонила, чтобы попрощаться Город меня переживал А теперь выплевывай Мне кажется, в какой бы город ты ни поехала Особой разницы не будет нигде Это потому, что корпорации хотят, чтобы жизнь нигде не отличалась Так им удобнее Ну да, может Все города выглядят обманчиво Не поживешь, не узнаешь, какие они на самом деле Я пока не могу уехать Дай мне руку, Вит Что? Зачем? Не спрашивай, просто дай мне руку Поздравляю! Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире Воу! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам Можешь просто приезжать под настроение Ты уверена? Мы же не так давно знакомы Так-то да Но ты мой друг По-моему, здесь нечего раздумывать Береги себя, Ви То есть, это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад сомневалась Нет смысла тянуть Мне хочется тут еще побыть пару дней А потом уеду Я рада, что мы подружились, Вей Пока Будешь вспоминать меня? Звони Пока, Джуди